Все главные новости Украины и мира расскажут корреспонденты UATV в студии Максим Малынов. Здравствуйте! Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь. Один армеец получил боевую травму в районе Новозвановки. Это поселок вблизи Попасной на Луганщине. Армейцы эвакуировали в военный мобильный госпиталь. Об этом сообщает пресс-центр АТО. В целом ситуация на передовой остается напряженной. Незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по украинским позициям. Стреляли в основном прицельно. Украинские войска открывали огонь на поражение в ответ. Больше всего провокаций зафиксировано на луганском направлении. Российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли украинские позиции на луганском направлении. Все обстрелы были прицельными. Днем и ночью защитников Новолуганского и Попасной накрывали огнем из БМП. На подступах к Крымскому и Новоалександровке противник выпустил 12 снарядов из минометов 120-го калибра. Ночью горячо было возле Новотошковского и Крымского. Там враг использовал минометы 82-го калибра. Всего выпустили 20 мин. Оценить честность и порядочность Национальной гвардии Украины официально можно проверять на полиграфе своих сотрудников. Вступил в силу указ Министерства внутренних дел. Документ также расписывает механизмы и принципы проверки на детекторе лжи. В этом году Нацгвардия получила 6 современных полиграфов и уже научила специалистов работать с ними. А все благодаря сотрудничеству с посольством США в Украине. Ранее, напомню, полиграфы появились в пограничных войсках. Прекратить разрушать культурное наследие в Крыму. Министерство культуры Украины выразило протест по поводу незаконных ремонтных работ в Бахчисарайском заповеднике. Ведомство призвало ЮНЕСКО потребовать от России остановить нанесение вреда памятникам национального значения. Минкультуры подчеркнули, ремонт ханского дворца делают рабочие без опыта реставрации, а поэтому существует угроза его разрушения. Во время снятия черепицы и старинных дубовых балок рабочие повредили росписи храма 18 века. На фасаде здания образовались трещины и обвалилась штукатурка. Массовые задержания в России. В Москве, Петербурге и еще как минимум четырех городах Федерации полиция останавливает людей на улицах, обыскивает и без объяснения причин на автозаках доставляет в отделение. Ресурс ОВД-инфо сообщает уже о 310 задержанных. Более всего людей забрали из Манежной площади в центре Москвы. По словам очевидцев, полиция останавливала случайных прохожих и тех, кого считает сторонниками оппозиционера Вячеслава Мальцева. На протяжении нескольких лет он обещал устроить 5 ноября революцию в России и призывал людей выходить на центральные площади городов. По его собственным словам, накануне полиция задержала более ста его сторонников. Сам Мальцев сейчас за границей, ФСБ обвиняет его в терроризме. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, которая летела в сторону Херрияда. Выпустили ее из Йемена. Ответственность за запуск взяли на себя повстанцы, которые воюют против Йеменской армии. Целились в густонаселенные районы Саудовской столицы. Таким образом пытались отомстить стране, которая помогает правительству Йемена бороться с повстанцами. Ракета упала около международного аэропорта короля Халида неподалеку от Эррияда. В результате инцидента никто не пострадал. Два человека погибли, две тысячи эвакуированы из-за наводнения в Малайзии. Затопило штат Пинанг на севере страны. Последние сутки там не прекращались проливные дожди. На улицах теперь по колено воды, в некоторых местах даже по пояс. Легковые автомобили по таким дорогам проехать не могут. Ликвидировать последствия проливных дождей спасателям помогают военные. На Филиппинах тем временем готовятся принимать саммит государств Юго-Восточной Азии. Местные полицейские провели масштабные учения. Правоохранители тренировались работать во время массовых беспорядков. Среди задач быстро перегруппироваться и сдерживать разъяренную толпу. Безопасность во время саммита будут охранять почти 60 тысяч правоохранителей. В столице Филиппин Маниле полицейских и пожарных благословил священник. Встреча начнется 11 ноября и будет длиться 5 дней. Участие в саммите примут представители более 10 государств, в том числе и президент США Дональд Трамп. Все эти учения мы проводим не зря. Вы, правоохранители, уже сейчас работаете как часы, как один слаженный механизм. 150 человек в одной резиновой лодке. Береговая охрана Ливии перехватила плавсредства с нелегальными мигрантами. Они пытались переплыть Средиземное море и попасть в Италию. Большинство путешественников – это выходцы из Мали, Гвинеи, Нигерии и Бангладеш. Нелегалы почти достигли международных вод, но у лодки сломался мотор. Вскоре их обнаружили и правоохранители. Нелегалов пересадили на корабль береговой охраны и доставили в Триполи и поместили в центр содержания беженцев. Лодка просто болталась на волнах, не работал мотор, а на море был сильный ветер. Лодку качало, так что мы их спасли. У нас возникли большие проблемы во время путешествия. Люди, все, кто меня слышит, никогда не пытайтесь переплыть Средиземное море на резиновой лодке. Необычный талант. В Будапештском цирке Слониха Сандра рисует картины для сотен посетителей. Получается у нее довольно неплохо, выходят абстракции, но риск раскупает их прямо на арене. О художественном таланте Слонихи Арсен Цимбалюк. Под громкие аплодисменты на цирковую арену Слониха Сандра выходит уже почти 40 лет. Умеет кланяться, приветствовать зрителя и выполнять десятки сложных трюков. Но и после нескольких десятков лет самой крупной участнице труппы все еще удается удивлять дрессировщиков. Совсем недавно и неожиданно они открыли у Слонихи настоящий талант к рисованию. У Сандры был номер с кисточкой для бритья. Она отлично справлялась. И мы подумали, почему бы не заменить ее на настоящую кисть с красками. Вручили ей и получились очень милые рисунки. Мы не заставляем и не учим ее рисовать. Она делает это по настроению. Я только помогаю, меняю кисти и окунаю их в краску. А потом хвалю ее работы. Несмотря на внушительные габариты, Сандра легко справляется с холстом и кистью. Ее абстракции быстро набирают популярность среди зрителей. Их покупают минимум по 150 долларов за холст. Сандра изображает то, что хочет. Может узнать в ее картине что-то конкретное сложно, но ведь так она выражает свои чувства. И именно поэтому ее рисунки ценные. За портрет самой Сандры, нарисованный местным художником, выручили почти тысячу. Все деньги от картин цирк отдает заповеднику в Малайзии, где живут десятки слонов. Надеются, это поможет сохранить жизни животных. Из-за браконьерства, загрязнения и вырубки лесов азиатским слонам угрожает вымирание. Арсен Цимбалюк, Варвара Миронкова, Юэй Ти Ви. И на этом у нас пока все. Далее эстафету в этой студии принимает моя коллега Дарья Верширенко. Я же прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и Украину. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова